Первый крок до створения музея. Олеся Адамовича у поселки Глуша, Бабруйского района, сделан. На быдобрачный рахунок для сбора сродков на реконструкции будинка под музей начали поступать охверования. Первая пошатковая мета – собрать необходимую сумму на проектно-кошторисную документацию. Подробности в следующем сюжете. Житие ведомого белорусского письменника Олеся Адамовича неразрывно связано с глушей. Тут он провел дятинство и юнацтво. У поселку заховался в будинок второй аптеки, где працавала мать письменника, и некоторый час жил он сам. Ну вот этот дом, это была в аптеке у нас и до войны, и во время войны, и после войны. И в этом доме жила семья Адамовича, это уже Анна Митрофановна со своими детками, во время войны. Война покинула Олеся письменника глубокий след. Менавито тому, у его творчості военная тематика одна из головных. До речи, роман «Война под стрехами» – это дитячий погляд Олеся Адамовича на трагичные подеи, что отбывались под час гитлерской оккупации. Менавито в глуши. Хотя там она называется не поселок глуша, а селеба лесная, но каждый, кто прочитал ее, узнает себя, то есть узнает то прошлое, и те сложные годы, в которые пришлось пережить нашему народу. Идея створить у будинку старой аптеки музея Олеся Адамовича возникла больше за 20 годов тому. Зараз почалося кае житявление. Сродки на створение музея письменника можно перелечить на доброченный рахунок, открытый бавруйским раевы конкамам. Ирина Борделовская, Юра Оластол, Новины, Регион.